Это даст вам какое-то время обдумать, посмотреть ситуацию, потому что вам практически не от кого учиться. Я с вами сейчас мало общаюсь, стараюсь не загружать, чтобы вы поняли обстановку, которая есть. Ведь в принципе я ни на кого же вроде бы не садился на ухо и не грузил. Или есть человек, который пригружает разговоры. Я стараюсь находиться здесь, чтобы вы немножко сходились, сработались между собой. И потом в принципе дальше мы пошли в это вместе. Но есть тут одна штука, что есть какие-то незыбленные вещи, которые бронебойные. С корпоративным телефоном, с форумами, запрет на интриги, прямой доступ к начальнику. Ну, так называемый, начальнику, руководителю фирмы. Нецензурная лексика в офисе. Ну, это... Приветствуется. Это не приветствуется, но вроде бы как у нас никто этим не страдает. В принципе у нас еще много было наработок, которые... Просто вот тут, допустим, у нас есть профсоюзный лидер, но он, как и Юнакович, вследствие своего положения автоматически утратил. Неплохо было бы, чтобы вы выбрали профсоюзного лидера, который бы, если кто-то стесняется ко мне подходить, чтобы он подходил и решал какие-то вопросы, которые могут возникать. Ну, в принципе, их прекрасно можно решать со мной, спокойно. Но чаще всего происходит так, что оно накапливается, накапливается, и происходит взрыв. Ругань может быть какая-то истерика или еще чего-то. Я, например, это сильно плохим не считаю, потому что я могу спокойно... У меня очень богатый жизненный опыт, я пропускаю мимо это все. Конечно, оно что-то заседает, и я кайфа не получаю от этого. Но я это переношу стойко, а для некоторых людей это является трагедией. Поэтому лучше до этого не доводить, а спокойно садиться и обсуждать какие-то вопросы. И каждый пришел с какими-то своими паттернами, незыблемыми. Я хотел бы, чтобы каждый о том, что он где-то получил, чему-то научился, чтобы он подверг сомнению. Например, кто-то мне поможет, Олег. Был такой человек в России, знаменитый, яркий, который две башни строил. Полонский. Как? Полонский. Полонский. Чувака была мелкая фирма строительная. Не мелкая. Изначально мелкая, шабашник, одна, две, потом случайно ему дали пятиэтажку построить. В итоге он вышел на то, что начал строить два громадных небоскреба. И как он формировал команду? Чем он запомнился людям, кроме итога? Феичность. Феичность. И очень нестандартная манера ведения бизнеса. Я бы сказал так. Аня, добавишь? Там цигун, наркотики и видеоблог создал человек, в то время, когда он вышли кредиторы и наступил кризис. Он решил, что выход из кризиса, это новый сайт, цигун для всего офиса и видеоблог. Ну и, да, пожелали. Какой итог этого всего произошел? Сначала он стеркнул в ацейскую тюрьму, потом... Но сначала он разорился. Он сбежал, он не разорился, он сбежал от кредитора. Ну правильно, в принципе, он разорился, можно так сказать. То есть человек разорился. В принципе, то, что он делал, это... В принципе, когда мне рассказали, многие люди, для них это что? Это минус. Вместо того, чтобы заниматься каким-то спасением фирмы, он занимался абсолютно какой-то херней. А чем он занимался? Он занимался... Он увидел, что перспектива в Ютубе. Снимал процессы. Он увидел, что надо делиться технологиями и процессами. То есть у него было все открыто. Закупки, производство. То есть любой человек мог узнать, какой бетон идет, фундамент и так далее. Сплоченность команды. Поставить человека в нестандартную ситуацию. Посмотреть, как он из него выйдет, чтобы изучить его. Поставить всю команду, чтобы все вместе вышли из этой ситуации. Это все назвали минусом. И в принципе, я сначала, только мне это подали. Да, это минус. Он обанкротился. Но когда это произошло? Это произошло в 2008 году. Таких, как он, был легион и тележка. Обанкротившись. Первым пострадал, по-моему, сначала строительный, потом финансовый рынок. Тысячи и тысячи. Тысячи людей с прострельными головами в канавах, в тюрьмах, продаливших сосиски в Нью-Йорке на переходах. О них никто никогда не вспомнит. А вспомнят о двоих. Я только что показал одну теорию, и тут же выход из нее, что то, что происходило, это не означает плохо. Просто люди, люди в основной массе своей серые. И они хотят быть, чтобы все были такие, как они, и все было, и они... серость, ровность. Уникальность это чем-то выделиться. Ну, желательно, в хорошем. Не в наркотиках. А в технологиях. Потому что мы технологическая компания. И вот эти вот ресурсы, многие, это командный дух, это... это каналы в Ютубе, они сейчас стали обыдены, сейчас все этим занимаются. А он был... Я уверен, что не он это придумал, но он понимал в этом перспективность и видел в этом выход. Я вам могу ли вы что-то напомнить? Конечно. В немолюбовка в ландшинской тюрьме оказалось еще несколько человек. Также несколько человек сейчас убегал за него долги, которые вообще ни при чем. Их взяли с улицы, рассказали... Я нисколько этому человеку не симпатизирую, он мне не нравится. Этот человек мне, как личность, не нравится. Абсолютно. Я говорю о том, что... я попросил бы просто различать личное и работу. В данный момент я везде это различаю, мне это легко. У меня замечание по технике. Если вы будете пребывать в аудитории, она не будет вас уважать. Золотые слова. Сначала выслушать, а потом ответить. Полностью. вы не закончили свою мысль. Нет, я думаю, что... У меня очень плохая манера, я заранее знаю, что люди будут говорить, и тут же отвечаю, чтобы сократить время разговора. Я просто хотел... Я, в принципе, публичный человек. Я все, что думаю, и реально, то, что я думаю, я выкладываю в Facebook. Но я бы попросил не путать личное и работу. В каком роде? Что... То, что вы думаете, что вы меня знаете, это ваши... Чаще всего это проекции каждого индивидуального своего я на другого человека. Та же история и у меня. Мы в большинстве случаев такие. А до 30 лет я абсолютно был уверен, что все думают, как я. Кстати, до 30 лет даже. Есть люди до 35 лет, так думают. Чаще всего все, что мы... Все, что вы говорите, я уже слышал. Честно. По личной жизни. И всякие подсказки, и советы. Я готов их еще раз слушать, только без эмоций. Просто так, спокойно. Без эмоций. Если вы хотите что-то рассказать мне, но скажите, пожалуйста, поднимите руку, каково я учил, как бы учил жизни здесь. Советовал, как с женой разговаривать. Евгений Валерьевич, как бы могло быть по-другому с тобой сколько лет? С прошлого века. Мне, может быть, не получаться, может быть, на кого-то я нависаю, но я, даже если это происходит, это стараюсь делать в нерабочее время. Все эти личные истории, как вести себя, что делать и так далее. Я очень приветствую, готов о них говорить, но самое главное, чтобы вы в это время не несли эмоций никаких. Это очень важно. Я абсолютно уверен, что есть на свете легион людей, которые сожрут меня с Патрахани. Это все понимают, да, когда все это говорили? Один из них, это я. Завтра, через полгода, через год, через пять. То есть, перед вами стоит сырой человек, который меняется. Но пока что я не вижу рядом человека, который бы смел бы мне рассказывать какие-то жизненные истории. Ну, кроме, естественно, этого уважаемого господина, которого я буду слушать всегда. Мы поговорили о доверии, компетентности, уникальности. Теперь, конечно, какая, ну, чувствую, это не уникальность, у меня есть какой-то определенный опыт. Опыт, это не есть предугадывание, интуиция, это сбор информации, который поднялся и отсюда вышел. У меня есть легион истории, когда я буду сделать что-то, люди говорят, ну, пусть, ну, да, сейчас, сейчас, когда мне приходят, сделай это, он идет, делает, снизу, говорит, я сделал это, я аккуратненько сверлю, большая бетонная плита летит вниз. А я его попросил оградить территорию, разогнать машины и так далее, ну, не должно было это происходить, понимаете? Обычно этого не происходит, а я просто, я чувствую это, я прошу, сделаю это. Если что-то говорю, вот это вот сделать, а вы считаете, что это не нужно делать, вы подойдите тут же, прямо сейчас, скажите, я не буду это делать, потому что. То есть, вы либо делаете, либо не делаете, а сказать делать и не делать это запрещено.